Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцек, я фитнес-тренер и сегодня я расскажу вам, есть ли эффект от применения масла, льна и семена льна для суставов. Поделюсь, естественно, личным опытом. Начал, изначально принимать я начал масло, льна не для суставов, а для общего тонуса, бодрячка, поскольку есть мнение о том, что организму просто необходимы те самые омега-3, которых так мало в пище и поэтому нужна какая-то подпитка. Я попробовал использовать масло льна, поскольку оно богато жирными кислотами омега-3 и скажу вам сразу, что ощутил эффектом эффект для бодрячка. Сразу появился какой-то бодрячок, что-то вроде энергии больше появилось, но это все ушло через пару дней буквально. Связано это было, скорее всего, с тем, что у меня была потребность того, что было в этом масле, но она очень быстро закрылась. Я принимал это масло в течение нескольких недель по столовой ложке утром и вечером и спустя несколько недель во мне это масло уже было и я его перестал принимать. Так я иногда вспоминал раз в недельку о нем, потому что чаще принимать его мне не хотелось, а у меня такой принцип, что я не пичкаю себя теми продуктами, которые я ненавижу. Прошло время, прошло где-то полгода и я стал много времени проводить в горной местности. Это лето я, кстати, провел в горной местности. Я стал ходить по горным склонам и чувствовал, что для моих суставов немножечко некомфортно, потому что чего-то там не хватает. Вспомнил я о том, что у меня есть литр масла льна в двух бутылках от разных производителей по 500 мл. Я его начал принимать и буквально на второй день я ощутил очень мощный эффект для суставов. Суставы как будто оздоровились и, ну, блин, классные ощущения. Поэтому я стал продолжать принимать масло льна где-то по ложке чайной утром и вечером, чайной столовой. И эффектум эффект для моих суставов сохранился и сохраняется по сей день. Был период, когда у меня оно закончилось и мне нужно было его заказать. Там не было времени, откладывал на завтра. Короче, где-то недельки-полторы я прожил без него. И эффектум эффект шел на нет, потому что все-таки по горным склонам ходить это вам не форумы читать и не видеоролики в ютубе просматривать. Вот. Я заказал масло льна, опять начал принимать и эффектум эффект вернулся на второй день. Вывод. Масло льна для суставов работает очень круто, но работает оно на трение. Поскольку суставы подвержены двум типам нагрузкам. Это трение и это сжатие. На трение скажу совершенно точно, что работает классно. Сжатие, это когда вы берете мега тяжелые веса. Нужно есть мясо на костях, нужно есть частицы суставов из животной пищи. То есть это курица, это мясо на костях и так далее. Холодец, кстати, очень полезен, как ни странно. Несмотря на то, что никто не советует его есть. Но для суставов это очень крутая штука. Это именно будет повышать прочность суставов на сжатие. На трение это масло льна. Ну, также можно использовать там жирную рыбу и так далее. Но масло льна это практически удобно и так далее. Дальше. Возникает у вас наверняка вопрос. Полезно ли семена льна так же, как и масло? Да, наверное, полезно. Тем более, что не богато маслом льна. Но семена льна я пробовал есть, заказал себе килограмм, но спустя полгода, а то и больше прошло, я таких и не съел. Я периодически их добавляю в творог, периодически добавляю их и ем с медом. Действительно, как-то оно бодрит, как-то веселее становится, потому что продукт на самом деле полезный. Но, чтобы получить ту дозу масла, который будет достаточно мне, например, на сегодняшний день, для суставов, чтобы они работали нормально на трение, мне нужно сажать, будет, наверное, много этих семян. А так много проглотить мне как-то не очень комфортно. Поэтому масло льна это удобный и практичный вариант. Вывод. Масло льна для суставов на трение работает и очень даже хорошо. На этом все. До новых встреч.